Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет ответы на ваши вопросы. Я таких видео, наверное, еще не делала. У меня накопилось достаточно вопросов, и я решила вот ответить. Надеюсь, вам понравится. Итак, кто вы по знаку зодиака? Я Овен. Я Овен, огненный знак, баран, упрямый, упертый. Такой. А какой сериал смотрите сейчас? Сейчас я смотрю сериал «Маньяк». И я в полном восторге. Это что-то бесподобное. Я долго откладывала почему-то его просмотр, потому что мне думалось, что это что-то такое, ну, именно связанное с детективом, маньяки и так далее, убийство, расследование. Но это совершенно. Это совершенно новый уровень, совершенно другое изложение. Такой прям вот можно мозг сломать иногда. Очень крутой сериал. Рекомендую, если любите что-то необычное. Странное. Очень странное. Но классно. Мне понравилось. Мне нравится. Я сейчас его смотрю в процессе. Так. Парфюмерный кошмар. Знаете, ну, у меня в основном кошмар, связанный с парфюмерией, связан с одной нотой. Это сахар. Вот когда аромат очень сахарный, сладкий, приторный, он меня удушает. Как на себе, так и на других. Я не люблю сладкие ароматы. Вот знаете, прям вот есть такой сахарочек на фрагрантике, вот этот вот знак. Увольте. Нет, это не мое сахарность. Не люблю. Не люблю, наверное, слишком такие свежие ароматы с водной основой. Водные, знаете, бывают такие, ну, не типа light blue. У light blue есть своя прелесть. Но вот именно вот эта солоноватость и водность в ароматах мне не нравится. Конкретные названия сказать вам, ну, манталь не люблю. Не люблю ароматы манталь. Для меня они, как бы, они были в свое время популярны. Они, конечно же, заслуживают внимания и так далее. Конечно, если бы я бы оказалась в бутике в Париже, в бутике Монтали, перепробовала бы всю линейку эту бесконечную, наверняка что-то там было бы классно. Но все ароматы, которые я пробовала, которые у меня были, я покупала их вслепую. К сожалению, не очень произвели на меня впечатление. Сейчас остался один chocolate gritty, поэтому, ну, потому что он нравится моему сыну. Ну, не знаю, может, какое-то определенное настроение я бы могла бы вносить. Да, парфюмерный кошмар, наверное, вот такие ароматы типа манталь, которые вот прям подкашиваются ноги от них иногда. О книгах. О книгах. А что о книгах? О книгах я люблю читать, но когда есть время. Я очень люблю читать в отпуске. Я очень люблю читать, когда лежишь на лежаке, загораешь, вот ты искупался, выходишь из водички, ложишься, и вот у тебя интересная книга с собой. Это вот прям я обожаю. Я так всего мураками перечитала когда-то в свое время. Последний мой отдых был с сыном, поэтому я вообще не могла ничего читать, потому что я все время за ним следила. Вот я люблю в процессе чтения последнее время на отдыхе, потому что нет времени читать вот просто дома. Иногда перед сном я читаю, но тоже крайне редко сейчас. Открыл для себя аудиокниги. Мне нравится слушать аудиокниги, но в основном тоже в машине, и когда ты только-только вот начинаешь вот слушать, так все интересно, хоп, и ты приехал. Обидно. Книги, если говорить, самая любимая книга, у меня самая любимая книга, это Стивен Кинг, «Темная башня», я уже говорила не раз, потому что она моя, вот она вот моему внутреннему миру как-то соответствует, я не знаю, там какие-то параллели есть, я очень люблю ее. Я не скажу, что там какой-то прекрасный слог, как он пишет, вот просто вот она моя, знаете, вот такие вот, такие connections, да, связи. И Элизабет, Донна Тарт, Элизабет Джордж, хотел сказать почему-то, Донна Тарт, «Тайная история». Она вообще у меня вот засела сразу в голове, и вот, ну это прям, ну что-то невероятное. Очень хорошая книга. Если не читали «Тайную историю», почитайте. Надеюсь, понравится. Мне очень нравится. Я и аудио ее слушала, и Катю Ви Пенсилбокс слушала, и читала на русском, и читала на английском. На английском, конечно, тяжеловато. Она пишет, ну как тяжеловато? «Щегол» не тяжело, а вот почему-то «Тайная история» тяжело мне далась на английском именно. Ну, это хорошая практика. Про книги, да, сказала. О чувстве стиля. О чувстве стиля. Ну, чувство стиля – такая вещь, такая, вы знаете, это как, ну как парфюм, она такая, летает где-то. Опять-таки, мне кажется, чувство стиля, оно или есть, или его нет. И если оно есть, ну вы, ну не задумываясь, одеваетесь и идете. А, ну если его нет, то, не знаю, как-то создать чувство стиля, как-то его взрастить в себе. Наверное, возможно, если очень захотеть. Если же очень захотеть, можно все сделать. Но вот как это сделать, я, честно говоря, не затрудняюсь. Но там будет следующий вопрос, я больше отвечу. Чувство стиля, оно, мне кажется, такое врожденное все-таки. Ну, если мы говорим про одежду. А вообще, если мы говорим про окружающий вас, там, интерьер, еще что-то. Главное вам, чтобы вам было комфортно. Если вам комфортно с одним стулом, с одним стаканчиком, с одним каким-то это, диваном старым, может быть, некрасивым, но вам с ним комфортно, ну а чего нет-то. Я вообще, я за свободу выбора, мне как-то чувство стиля. А как найти свой стиль? Вот следующий вопрос, как найти свой стиль? Я не знаю. Мне кажется, найти свой стиль можно, ну, смотреть какие-то вот такие фильмы, в которых показаны именно очень такие стильные персонажи. Множество таких фильмов есть. Что касается девушек, ну, все фильмы с Одри Хёбберн, хотя я ее не люблю, но все фильмы с ней – это образец стиля. А как над ней работали костюмеры – это образец стиля. Это стиль вне времени. Вот стиль Одри Хёбберн – это вне времени. Вот если вы хотите безопасный стиль найти, вот знаете, вот когда четко, вот это красиво. Вот вам любой человек посмотрит и скажет, да, это стильно, это красиво. Одри Хёбберн – берите Одри Хёбберн, любой фильм смотрите и черпайте вдохновение оттуда. Если вы хотите экспериментов, ну, на мой взгляд, вершина всего этого – это секс в большом городе и образ Керри Брэдшоу. Ну, там все девочки классные. Классно одеты. Но вот Керри Брэдшоу, она сочетает в себе и стиль, и китч, и какое-то безумство такое, смешение стилей. Смотрите, запоминайте, ищите детали. Красота в деталях. Красота может быть вот в каком-то простом черном балахоне платье, но вы можете там повязать сюда какую-нибудь бархатную ленту, такую всю винтажную, старинную, как-то так, бру-бру-бру, небрежно. И это будет уже, оп, классная деталь. Вот что-то такое. В общем, мне кажется, найти свой стиль можно легко, если экспериментировать. Если ничего… Ну, если вы хотите реально найти свой стиль. Если ничего не предпринимать, если ничего не пробовать, не изменяться, то… Ну, а как вы найдете свой стиль? Эксперименты, эксперименты. Я вообще обожаю экспериментировать, не вижу в этом ничего плохого. Один день походил так, другой день походил совершенно по-другому. Это как театр. Стиль – это твой театр, твоя личная сцена. Сегодня ты учительница младших классов, строгая какая-то там, да? А завтра ты там рок-н-ролл девочек. Такое. Как найти свой стиль? Так, об искусстве любимые художники, музеи, арт-объекты. Слушайте, об искусстве можно говорить часами. Мой самый любимый художник – это Марк Ротко, я уже говорила много раз, абстракционист. Потрясающие впечатления произвели на меня его полотна, когда я их увидела вживую. Это вот, знаете, как какой-то портал в другой мир, бесконечность. Вот ты смотришь на них, и ты просто вот улетаешь. Для меня искусство – это когда может быть нарисовано градиозно, может быть написана картина настолько натуралистично и восхитительно, но она может тебя не трогать. Вот вы на неё смотрите, и ничего не происходит. Ну да, красиво, ну что. А вот когда вы смотрите это искусство, вот когда оно тебя именно за живое вот прям задевает, это высший вообще вид искусства для меня. И таким для меня является Марк Ротко. Кто-то, наверное, считает, что это примитивно, примитивно, но для меня это вообще гениальные, необычайно мощные произведения по накалу страстей, по тому, как они на меня действуют. Марк Ротко – мой любимый художник. Много ещё у меня других художников нравится, но не буду всё смешивать. Вот как бы Марк Ротко обожаю. Направление арт-объекта я очень люблю. Направление арт-деко во всём – в архитектуре, и в живописи, и в нарядах. Арт-деко для меня – это просто вот высший, наверное, пилотаж, высший шик. Если я встречаю что-то в таком стиле, ну это очень дорого, конечно, сейчас, но на это хочется любоваться, этим хочется наслаждаться. А если мы говорим, период арт-деко мне нравится, и мне очень, очень нравится, особенно в последнее время, период 70-х, именно в интерьерах и в одежде. Период 70-х он какой-то вот, ну знаете, я смотрю, особенно, конечно, Америка. Я не говорю про Россию 70-х годов, но тоже в этом было что-то интересное, но Америка – это очень красиво, все вот эти машины, одежда, прически, макияж, интерьер. Интерьер просто прекрасный, вот эти вот яркие, сочные цвета, простые формы. Обожаю, обожаю вот именно 70-е годы. Могу любоваться на них тоже. Если мы говорим про музеи, конечно же, я очень люблю Русский музей, Эрмитаж, люблю Третьяковскую галерею. Если мы говорим о каких-то других музеях, европейских, знаете, я не была во Франции, я не была в Лувре, не была. Ну, я много где еще не была, это все впереди, но я люблю галерею, за это немножко. Я очень люблю галерею, которая находится в Хобарте. Она называется Мона. Это, ну, она сразила меня просто на повал. Это самый красивый арт-музей, мне кажется, который вообще существует в мире. Опять-таки, повторюсь, я многого не видела, но это именно арт в его новом прочтении. Создатель этой галереи, Моны, он житель Хобарта, и он был игрок, игрок в казино. И в одно время, в какой-то момент он выиграл огромнейшую кучу денег, просто капитал, и создал этот музей. Это грандиозно. Сейчас Хобарт является очень популярным городом, со всего мира туда ездит. Мона — это как город, это город искусства. Сам музей выбит в скале. То есть он находится под землей, в этой скале. Вы на нему можете, вы приехать можете туда на пароме. Паромы ходят специальные Мона. Называются. Все очень стильно, очень красиво. Только современное искусство. И такой, знаете, ну, очень, видимо, хороший глаз это все выбирает. Потому что, ну, туда надо ехать на два дня, например. В Примоне есть отель, есть рестораны, есть кафе, есть даже кинотеатр, по-моему. И вот вы там просто, вы погружаетесь, ну, на сто процентов. Вы погружаетесь просто в искусство, бесконечность. Ну, в какой-то просто, это какой-то поток чего-то совершенно нового. Если вы поедете в Австралию когда-нибудь, пожалуйста, занесите вот этот Хобарт, эту destination, эту точку, музей Мона. Или посмотрите вот в интернете, посмотрите, что там. Ну, это грандиозно. Это очень-очень-очень сильно впечатляет. Это, наверное, самый мой любимый музей. Конечно, галерея «Гараж» в России тоже хороша. Я была еще в старом гараже, по-моему, сейчас его перенесли в новое помещение. Я вот не уверена. Классный. Вот именно там я первый раз увидела Марк Ротко. Тоже хорошо. Все, про это рассказала. Я буду быстро рассказывать, не буду очень растягивать. Что приносит удовольствие лайфхаки? Лайфхаки. Лайфхаки. У меня иногда бывает, знаете, так, как-то вот с речью что-то. Надо проверить. Лайфхаки. Что приносит удовольствие? Мне приносит удовольствие иногда одиночество. Я люблю быть одна. Я люблю отдыхать одна. Люблю проводить дома одна. Время. Если есть на это возможность, я кайфую от этого. Я кайфую. Я могу ничего не делать и отдыхать от этого. То есть я не из тех людей, знаете, которым нужно постоянно чем-то заниматься. Которые не могут сидеть дома. Я наслаждаюсь. Я наслаждаюсь процессом своей ленности. Вот меня это, знаете, очень сильно расслабляет. Я не чувствую никаких угрызений совести. Если бы была бы возможность, мне кажется, я бы так жила. Ну, как Обломов, знаете. Не вижу в этом ничего плохого. Но такой возможности нет. Всем нам приходится работать. Есть люди, конечно, счастливчики, которые не работают. Но, тем не менее. Да, я бы, наверное, посвятила бы больше времени творчеству и так далее. Все-таки, когда я сижу дома, да, я не просто валяюсь на диване. Я рисую, я записываю видео. Я смотрю что-то, читаю иногда. Если есть на это желание. Вот так. Что приносит удовольствие. Вот это, знаете, самое первое, что пришло на ум. Мне приносит удовольствие общение с друзьями, вечеринки, походы куда-то, поездки совместные. В общем, вот такое вот движение. Во мне, видимо, живет такой великий Гетсби. Если бы я была бы очень богатая, мне кажется, я бы делала бы самые крутые в мире вечеринки. Потому что у меня столько идей каких-то таких грандиозных. Я очень, я очень люблю веселиться, люблю общаться, люблю кутежи. Кутежи. Но, знаете, я люблю, чтобы было все красиво, вкусно, стильно. И если есть возможность, изысканно. И так вот прям с богемным, с каким-то шиком. Вот это мне приносит колоссальное удовольствие. И мне не жалко на это вообще никаких там своих внутренних ресурсов тратить. Удовольствие мне приносит чтение. Удовольствие мне, конечно, приносит моя семья. Но я не буду сейчас говорить в этом видео о таких вот банальных вещах. Конечно, я получаю колоссальное удовольствие, когда каждое утро вижу своего сына. Провожу его в школу, обнимаю, целую мужа и так далее. Это все понятно. Я говорю о чем-то таком. Что, наверное, интересно. Что именно мое. Удовольствие мне приносит парфюмы. Я люблю просто открыть свой шкаф, трогать их, расставлять красиво. Люблю одежду. Я люблю свою одежду. Люблю их развешивать по сезонам. Там как-то вот что-то менять в гардеробе. Красиво ставить туфли. Хотя у меня полный хаус в гардеробе. Вы не думайте, что у меня там прям все идеально стоит. Половина все перемешана. Но тем не менее, я очень люблю вот в этом во всем копаться. Косметики тоже, да. Ну, все-таки вот девичьи радости, да. Мне приносит колоссальное удовольствие готовить. Я очень люблю готовить. И вот если мы говорим, если к нам приходят гости, мы никогда не заказываем текуэй. Еду там откуда-то. Я всегда готовлю. Я очень люблю готовить. Люблю экспериментировать. Люблю процесс. Люблю мешать. Смешивать соусы, стили. Ну, и угощать потом людей. И получаю удовольствие, если это им нравится. Вот такие у меня удовольствия мои. Про детей, про мужчин. Такие вот два было вопроса. А это, по-моему, одно и то же. Что дети, что мужчина для меня... Ну, вот, знаете, я не отношусь к детям, как к детям. Для меня это просто маленький человек, небольшой, да. С рождения причем. Я никогда не сюсюкаю с детьми. Никогда с ними как-то вот... Для меня они вот личности, уже состоявшиеся. Очень все четко. Очень все спланировано должно быть, уверенно. Для меня общение как с детьми, так и с мужчинами должно быть очень уверенно. Они должны чувствовать, что ты уверенный в себе человек. И они тогда все твои. Они все твои. И делайте с ним, что хочешь. Ну, не знаю, как-то вот я так странно, наверное, объяснила. Ну да, дети для меня это маленькие личности. Я даже в плане там... Даже когда у меня был маленький совсем мой ребенок, я не помню, чтобы мы там что-то как-то сюсюкались. Ну, как-то так я ответила. Надеюсь, ответила. Если интересно более так глубоко на эту тему, чтобы я поговорила, напишите. Так, как загадывать желания, чтобы они сбывались? Это моя подруга Настя у меня спрашивает. Настя, я не знаю, как загадывать желания, чтобы они сбывались, но знаю четко, если ты чего-то очень сильно хочешь, чего-то или кого-то, чтобы тебя кто-то полюбил, или чего-то достичь, или чем-то обладать, начиная вот от такого, заканчивая от чего-то такого более масштабного и грандиозного, нужно просто этого очень сильно хотеть. Это звучит странно, но это срабатывает. У меня это очень сильно срабатывает именно на маленьких каких-то вещах. До абсурда доходит иногда я. Ну, хочу там определенного цвета или там определенной формы какую-то вещь. Я ее иду и могу найти на улице на полу. Вот она валяется на асфальте. Вот я ее нашла. Ну, вот как это сделать, чтобы это осуществлялось в более масштабных размерах, это секрет. В общем, да, когда ты чего-то очень сильно хочешь, нужно этого очень сильно захотеть. Я помню фильм, один из самых моих любимых фильмов «Три сердца». Там играет Уильям Болдуин, Шерлин Фэн и Линч, такая Келли Линч, по-моему, блондинка. Посмотрите, если кто не видел, фильм Юика Багаевича. Такой он очень красиво снят. Нью-Йорк, такая стильная, очень красивая. Ну, мне он нравится. И там вот героиня говорит тому мужчине, которого она влюблена, она говорит, ну вот знаешь, если ты кого-то любишь, если ты любишь кого-то настолько сильно, что ты не можешь дышать, то, скорее всего, этот человек полюбит тебя в ответ. Вот, может быть, это звучит банально или как-то странно, но вот у меня запомнилась эта фраза, и это касается всего, не только любви, это касается всех желаний. Если ты вот прям так сильно чего-то хочешь, то, скорее всего, это все тебе придет. Тебя полюбят в ответ, и к тебе придет исполнение всех твоих желаний. Что готовите дома обычный рацион? Следующий вопрос. Что готовлю дома обычный рацион? Я готовлю каждый день, я никогда не готовлю на неделю вперед. Я люблю, чтобы все было свежее. Я не люблю, вот когда вот стоит, например, что-то в холодильнике, на один день вы это поели, на второй день поели, не знаю. Мне вот почему-то не нравится так. Хотя у меня нет времени много готовить, но вот я люблю готовить и сразу съедать, скажем так. Если это суп какой-то, то, конечно, особенно сейчас у меня мама приехала, она если варит борщ, то она варит его, конечно, не на один день. Смысла нет варить борщ на один день. Но это очень мало таких продуктов, таких вещей, которые можно вот на несколько дней там приготовить. Я люблю готовить каждый день, каждый день что-то другое. А мы мясоеды, мы любим мясо. У нас почти каждый день мы едим мясо. Это были или куры, курица. Люблю салат Цезарь делать. Вот в последнее время у меня сын полюбил. Или стейки. Если это стейк, то вообще пум-пум два раза посолил, поперчил. Все внутри, чтобы была кровь обязательно. Кто не ест мясо, не смотрите. А внутри, чтобы была кровь, такой вот. Я вот так люблю. И просто салат зеленый, руккола, шпинат и сезонные овощи, какие есть. Хоть огурцы, хоть помидоры, хоть редиски, лука. Вот что, все вот в этот салат. Обычный французский дрессинг. Бальзамик, оливковое масло, перец, соль, немножко горчицы. Взбиваю все в баночки. У меня специальная баночка. Ну, обычная баночка из-под варенья. Я там все это взбиваю. В салат. И вот такие стейки. Это вот прям вот, ну, наверное, самая наша такая обычная еда. Если это курица, то это, она может быть в салате или просто куриные грудки. Грибы я делаю. Люблю делать очень грибы. Такие большие грибы с чесночком. Что так есть захотелось даже. Вообще, я в основном готовлю так вот, когда что-то надо выдумать, когда приходят гости. А когда дома, вот что-то такое, котлеты, сын ест котлеты. Очень я люблю делать ризотто. Самые разные. С грибами, с просто зеленой ризотто, с зеленым горошком, с мятой. Ризотто такое с сыром. Много-много, чтобы было сыра такое, кремовое. Разные ризотто, с морепродуктами. Паста, естественно, куда же без нее. Я люблю простую пасту делать, люблю пасту с таким соусом масляным, чесночным и много-много пармезана. Ну и базовые вещи. В основном это базовые вещи, если мы говорим о каждодневном рационе. Обычный рацион – это вот такая база. Как снять стресс? Следующий вопрос. Я не знаю, спорт очень хорошо снимает стресс. Я помню, когда регулярно занималась спортом, я была самой счастливой человеком. У меня не было ни стрессов, никаких болей головных и так далее. И вообще ни депрессии, ничего. Спорт – лучше лекарство, реально. Но сейчас я ленюсь, ничего не делаю. Жаль, конечно, но, наверное, когда-нибудь начну всему свое время. Не важно. Спорт. Вот стресс, если вы стрессуете, если вы даже очень устали на работе, сходите, что-нибудь поделайте, поджимайтесь, попрыгайте со скакалкой, сходите в бассейн, если есть возможность, сходите в фитнес, побегайте на беговой дорожке или просто пробежитесь там где-то в парке. Это вы придете счастливым человеком домой, как будто вы вот прям смыли, вы смыли этот весь свой стресс. И после спорта все время так потом, ну, гордо, что ли, за себя, радостно. Вот снять стресс спортом – это самое главное. Ну, а остальные все способы, ну, что, принять горячую ванну, выпить чашечку кофе – это уже все так банально. Вот спорт. Вот для меня, мне кажется, это спорт. Как сохранить здоровый эгоизм? Последний вопрос. Как сохранить здоровый эгоизм и легкость? Вот мне так задали такой вопрос, наверное, потому что я произвожу впечатление такого человека, эгоистично здорового, легкого. Я эгоист, да. Я эгоист по жизни, я люблю себя, очень эгоистичная, очень такая… Ну, я много отдаю взамен. Если вот мой человек, если я с кем-то дружу, то человек получает очень многое взамен. Ну, по жизни я, конечно, эгоистка. Что уж говорить, спросите мою маму, спросите моего папу, спросите моего мужа, даже моего ребенка вам всем скажут, что наша мама вот такая. Это не хорошо, не плохо, просто это именно так. Как его сохранить, я не знаю. Я такая с рождения, я никогда не чувствую чувства вины, не испытываю. Я всегда могу как-то себя оправдать. На мой взгляд, это хорошая, здоровая черта, и она очень полезна для выживания в разных стрессовых, тяжелых ситуациях. Я не говорю, что я убийцу могу какого-то оправдать или еще что-то, это совсем другое. Я говорю просто про сложные иногда ситуации, житейские, там, на работе, еще где-то, стресс. Мы постоянно испытываем стресс в нашей жизни. Здоровый эгоизм помогает с ним бороться. Вот я всегда права. Вот моя фишка в том, даже если я не права, я буду всегда права, я всегда скажу, что я права. Я так считаю. Я всегда отстаю свою точку зрения. У нас большие конфликты из-за этого с моей мамой. К сожалению, она это вообще не разделяет, не понимает и не принимает все еще. Несмотря на то, что мне уже почти скоро 40 лет будет, она это до сих пор не может принять. Ну, вот такая я, и я не могу ничего с этим поделать никак. Ну, я не могу и не хочу. А здоровый эгоизм и легкость. Ну, вот и легкость, наверное, тоже от этого зависит. Я легка на подъем, я могу легко, я легко все делаю. Я легко все делаю, я легко могу переключиться с одного дела на другой. Я, как мой муж говорит, мульти. Ну, в общем, я такая, ну, если мы говорим, если машины, да, то они бывают разных направлений. Там одна машина делает то-то, другая машина делает то-то, третьего. А я такая мульти-машинка, которая может и так, 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 и разные дела делать одновременно. И с чистой головой. То есть, совершенно разные. Я, если мне нужно сделать много дел, я сделаю одно, потом забуду об этом. Оно сделано, все прекрасно, делаю другое. То есть, у меня вот, наверное, это хорошо. Как в каких-то вот периодах. Все. На этом все. Я надеюсь, я ответила на ваши вопросы. Я не все сюда записала, чтобы видео не получилось слишком длинным. Но, тем не менее, пишите ваши вопросы. Хотите, задавайте в директ, если вы на меня подписаны в Инстаграм. Хотите, пишите здесь под видео. Вопросы по Австралии, их очень много. Про менталитет, про моду в Австралии, про стиль жизни в Австралии. Я, наверное, их все-таки опять объединю в одно видео. Всему свое время. Придет время, я сделаю еще одно видео про Австралию. Пока вот как-то все не складывается. Все. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока-пока.